The Washington Post, США, администрация Трампа пригрозила России и Китаю с санкциями за помощь правительству Венесуэлы. Карен Дюнг, The Washington Post, США, 7 августа 2019 года. Мы говорим и России, и Китаю, что ваша поддержка режима Мадуро недопустима, особенно для демократического режима, который заменит Мадуро, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон, выступая на конференции группы Лимы в Перу. США и другие страны Латинской Америки и Европы признали лидера оппозиции Хуана Гуайда временным президентом и призвали к проведению новых выборов. Назвав режим Мадуро погрязшим в коррупции и виновным в том, что в Венесуэле люди голодают на улицах, Болтон заявил, должно быть, вы задаетесь вопросом. Кто поддерживает такого тирана? Долго искать не придется. Это Куба, Россия, Китай и Иран. Мы вновь призываем Россию, особенно тех, кто контролирует ее финансы, не повышайте ставки в заранее проигранном паре. Для Китая, который уже отчаялся возместить свои финансовые потери, включая миллиардные кредиты Венесуэле, самый быстрый способ вернуть их, это поддержка нового законного правительства, сказал он. В Каракасе Хорхе Ариаса, Йоргий Ариаса, министр иностранных дел в правительстве Мадуро, осудил это заявление, сказав, что оно является попыткой запугать режим Мадуро, и назвал президента Трампа магнатом, расистом и шовинистом. На Кубе, один из ближайших союзников Мадуро, президент Мигель Диас-Канель, Мигуэл Диас-Чанель, заявил, что администрация прибегла к подлым действиям, поскольку она испытывает раздражение перед лицом храбрости и сопротивления венесуэльского народа. Россия и Китай никаких предварительных комментариев не дали. В понедельник вечером Трамп подписал указ, который, по словам Болтона, предусматривает введение санкций, полностью блокирующих активы правительства Венесуэлы на нашей территории, замораживающих все активы венесуэльского правительства и запрещающих сделки с ними, за исключением отдельных случаев. Очень важно, сказал он, что указ также предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц, которые оказывают поддержку либо поставляют товары или услуги любому из указанных лиц, включая правительство Венесуэлы. Указ также предусматривает запрет на выдачу виз правительственным чиновникам и другим сторонникам режима, многим из которых въезд в США уже запрещен. На конференции в Лиме присутствуют представители более 50 стран, которые объявили Мадуро нелегитимным и признали Гуайда. Новый эмбарго вводится после того, как на протяжении нескольких месяцев США ужесточали санкции, в том числе и касающиеся полного замораживания всех государственных активов Венесуэлы на территории США и запрет на любые сделки с правительством Мадуро. Эмбарго вводится в то время, когда Венесуэла уже терпит крах. Объемы добычи нефти сократились до уровня, невиданного с 1940-х годов. Причиной этого является неэффективное управление на протяжении многих лет, а также запрет на поставки нефти в США, введенный в этом году, из-за чего Венесуэла лишилась своего крупнейшего и единственного источника твердой валюты. Из страны бежали более 4 миллионов венесуэльцев, большинство из них – в соседние южноамериканские страны. Наряду с информацией об остром дефиците продовольствия и медикаментов в стране, ООН в прошлом месяце сообщила, что тысячи венесуэльцев стали жертвами пыток и жестокого обращения, сексуального насилия, убийств и похищений. В понедельник вечером в письме спикеру палаты представителей Нанси Пелоси, Нанчи Пелоси, демократа от штата Калифорния, Трамп заявил, что замораживание активов необходимо в свете продолжающейся узурпации власти незаконным режимом Николаса Мадуро, а также нарушение режимом прав человека, незаконных арестов и задержаний граждан Венесуэлы, ограничения прав свободной прессы и продолжающихся попыток дискредитировать Гуайда. Предыдущие санкции США были введены в отношении танкеров, перевозящих нефть из Венесуэлы на Кубу, которая поддерживает венесуэльские службы безопасности. Санкции на экспорт нефти также затронули несколько американских компаний, еще работающих в Венесуэле, включая Chevron, Chevron. В прошлом месяце администрация США освободила от исполнения режима санкций компанию Chevron и несколько американских нефтесервисных компаний, продлив им до октября лицензию на ведение деятельности на территории Венесуэлы с государственной нефтяной компанией Petrolios de Venezuela, PTFSA. Неясно, означают ли новые расширенные санкции отмену этих льгот. Райфор, советник по внешним связям в штаб-квартире корпорации Chevron, заявил во вторник, что в компании в данный момент изучают президентский указ. Китай выдал Мадуро огромные кредиты, как и Россия, которая предоставила ему кредит в обмен на долю в энергетических проектах Венесуэлы, включая нефтяные и газовые месторождения. Кроме того, Россия является главным поставщиком оружия Венесуэлу. Находящиеся на грани банкротства правительство в попытке остаться на плаву продает золото, большую его часть, Турции, и другие активы, но оно не располагает средствами, необходимыми для решения серьезных структурных проблем, в том числе и общенациональной проблемой нехватки электроэнергии и воды. Венесуэльцы также стали жертвами рекордной гиперинфляции, из-за которой нарушилась система поставок, и основные товары становятся все более недоступными. После неудачной попытки свергнуть Мадуро в апреле оппозиция пытается перегруппироваться. При поддержке Норвегии состоялось несколько раундов политических переговоров с правительством, в ходе которых противники Мадуро потребовали проведения президентских выборов и создания условий для того, чтобы они были свободными и справедливыми. Судьба Мадуро является одним из ключевых вопросов в переговорах, которые продолжились на прошлой неделе на Барбадосе. Некоторые утверждают, что пока проводятся новые выборы, он может оставаться на своем посту или, во всяком случае, оставаться в стране и даже может баллотироваться. Администрация Трампа и многие другие эту точку зрения осмеяли. Но похоже, администрация недовольна тем, что, несмотря на сильное давление, Мадуро проявляет стойкость. И новая блокада, видимо, является очередной попыткой сделать так, чтобы его пребывание у власти обошлось ему дороже, и, возможно, вынести еще больше раскол в его ближайшем окружении. Новые шаги, предпринятые США, ставят Венесуэлу в один ряд с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией, другими странами, в отношении которых введено такое же полное эмбарго. В своем выступлении Болтон сравнил эти санкции с другими ограничительными мерами, введенными в отношении стран западного полушария и предусматривающими заморозку активов, включая эмбарго против Кубы, которое было впервые введено в 1962 году. Аналогичные временные санкции были введены в 1988 году против панамского правительства Мануэля Антони Нарьеги, Мануэля Антони Нарьега, и в 1985 году против Никарагуа. Эмбарго действовало в Панаме, действовало однажды в Никарагуа и будет действовать там снова. И будет действовать в Венесуэле, а также на Кубе, заявил Болтон. Несмотря на блокаду Кубы, в стране пока не удалось сместить революционное правительство, которое захватило власть на острове в 1959 году. В Никарагуа жесткие санкции сопровождались безрезультатной войной, которую при содействии и финансовой поддержке США вели оппозиционный контраст против левого правительства. В 1990 году это правительство проиграло на выборах, но в 2006 году оно было переизбрано и остается у власти до сих пор. В Панаме Нарьега был свергнут в результате военного вторжения США в 1989 году. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ.